Доброе утро, уважаемые читатели и зрители Кактус Медиа! Мы с вами вновь в прямом эфире на всех наших площадках Facebook, Instagram. Все самое интересное вы можете почитать на других наших социальных сетях. Меня зовут Илья Исупова. Сегодня мы разговариваем о еде и продуктах. Точнее, хватит ли нам еды в этом году, на следующий год. И отвечать будет у нас на этот очень животрепещущий и важный для страны вопрос, министр сельского хозяйства и развития регионов, а, водного хозяйства, прошу прощения, это очень тоже важный вопрос, а также развитие регионов Аскарбек Санкарбекович Джинабеков. Доброе утро! Спасибо за то, что пришли к нам в гости. Но самый главный вообще вопрос, который очень волнует всех кыргызстанцев, начиная от президента и заканчивая самым таким не заинтересованной категорией населения, не знаю, бомжами, хотя и они тоже переживают. Хватит ли нам еды? Сколько у нас сейчас запасов, если это можно назвать запасами, и хватает ли нам для собственного обеспечения продуктов сельского хозяйства? Очень актуальный вопрос в деле. Я хотел, в первую очередь, поздороваться с нашими телезрителями, уважаемые телезрители. Добрый день, доброе утро! Деля, большое спасибо, что вы пригласили меня сегодня на прямой эфир. Конечно, этот вопрос очень актуальный, сегодня очень важен. В то время, когда практически по всему миру есть очень большие природные изменения, есть сложности с поливной водой, эта же тема везде, пока во всем мире очень актуальна, обеспечение продовольственной безопасности. Сегодня какова ситуация в Кыргызстане? Вообще, вот эти 9 продуктов, основных стратегических продуктов... Давайте мы их перечислим, чтобы люди знали, как к них идет речь, что не о говядине мраморной, а все-таки о достаточно приземленных вещах. Какие? Да, посмотрите. Необходимо иметь определенный объем этих продуктов стратегических. Это хлеб, то есть, проложение пшеницы, мука и продукты, хлебные продукты первое. Это второе, картофель, мясо, молоко, овощи, фрукты, сахар и растительное масло, и яйца. Вот это 9 продуктов, которые они должны быть. В чем мы себя обеспечиваем сами? В чем у нас есть достаток? Есть такое понятие физиологическая норма. Средняя физиологическая норма, которая утверждается Министерством здравоохранения. Значит, по продовольственной пшенице у нас 115 килограмм в год на одного хрестанца должно быть. И на сегодня у нас, в принципе, и в запасах на складах материального резерва, и на рынке, и тем более мы сейчас убираем хлеба наши, которые с трудом были выращены, мы должны иметь 750 тонн продовольственной пшеницы. Тысячу тонн? Да, 750 тысяч тонн. Если посчитать на 6 миллионов 618 килограмм в год нахрестанцев, это вот примерно 746 тысяч тонн, 750 мы округляем, мы говорим, 750 тысяч тонн пшеницы нам надо. Сколько у нас есть ее? Как мы обеспечиваем ее? Не в 2019, не в 2020 году, не в предыдущих годах мы 100% себя не обеспечивали. Мы обеспечивали себя, вот последние показатели, в 1987 году эти показатели были, когда мы произвели миллион 860 тысяч тонн зерна всего. И урожай был тогда 34 центнера. И объем во внутреннем балловом продукте сельскохозяйственного производства составлял 43%. А вот в то время, более 30 лет назад, мы имели такую возможность. Сегодня мы, к сожалению, своим хлебом себя не обеспечиваем полностью. И насколько мне известно, количество выращиваемых пшениц сокращается с года в год. Не площади. Не площади. Смотрите, здесь есть понятие такое, площади занятые под зерновыми, и валовый объем производства, то есть урожай. Такой объем мы производим. Сегодня мы себя не обеспечиваем. Но в то же время, почему есть такой вопрос? Это, в первую очередь, связано с качеством пшеницы. Наши природно-климатические условия... Не позволяют выращивать качественную пшеницу. С высокими хлебопекарными качествами. Здесь есть, в первую очередь, клейка вина. И поэтому мы вынуждены импортировать с Российской Федерации продовольственную пшеницу истинно у наших соседей в Казахстан. Почему? Потому что там качество хлеба другое. Так должно быть. Даже если мы будем производить больше пшеницы, чем нам нужно, мы все равно будем импортировать. Что касается по обеспеченности каргастанцами, мясо, основным нашим продуктом питания, все знают, что каргазы любят мясо, все любят мясо. И растительным маслом. Это два ключевых продукта, которые всегда есть в каждом доме. Каждая хозяйка, в первую очередь, обращает внимание, когда она собирается готовить что-либо для семьи или для самого себя. Это, в первую очередь, растительное масло. И, конечно же, один из показателей достатка – это мясо. Мясо. Казахстан обеспечивает себя своим мясом на 61%. Смотрите, опять же, физиологическая новость. Средний хазистанец в год должен потреблять разного мяса 68 килограммов. То есть сюда входит баранина, говядина, курица и конина. Да. Все входит сюда. Теперь смотрите, мы на 61% себя обеспечиваем. Где мы берем остальные 39? К сожалению, до последнего времени мы целиком были импортозависимы от мяса птицы. Начиная с Америки, Чили, Белоруссии, Украина, Россия и Казахстан. Сейчас речь идет о поставке окорочков и мяса птицы. Мясо птицы. Потому что там и тушки, и кокарочка идут, и крылышки отдельно. Но вы знаете, вот очень хорошо знаете. А то, что касается баранины, конины и говядины, в принципе, тот объем, который нам необходим, он у нас производится. Но, к сожалению, мы пока не производим столько объема мяса для того, чтобы мы могли большой объем экспортировать. Мы экспортируем, но не такой большой объем. При этом у нас уходит часть мяса на экспорт. Почему? Это выгоднее фермерам, чем работать на внутреннем рынке? Когда экспортируется продукция? Когда цены привлекательные, условия привлекательные. И мы не можем запретить бизнесу сказать, ребята, не продавайте. Но, тем не менее, был взяток. Да, конечно. Это были превентивные меры для того, чтобы обеспечить необходимым объемом продукции на тот короткий период. На мясо ограничения не были введены. Было введено ограничение на живой скот. То есть на живых, здесь хозяйственных, животных, если точно говорят. Там и лошади, и овцы, и крупно-рогатый скот тоже. Вопрос такой по овощам. Что будет с ними? В этом году мы столкнулись с невероятными ценами на морковь. Когда она стоила 1 евро, предлагали даже ввести такую определенную валюту. Стало модно дарить морковку в качестве цветов. Это тоже все отметили, конечно. Но, тем не менее, она только сейчас стала немножко дешеветь. Вот вчера Госантимонополия заявила о том, что розничная цена на морковь от 50 до 70 сумм была. Она пустилась на 30-35 сумм. Что нас ожидает осенью? У нас по-прежнему будут такие же дорогие овощи, помидоры, перцы, морковь, капуста и прочее. Смотрите, на внутреннем рынке цены формируются, исходя из спроса на внешнем рынке тоже. Мы обособленно в скорую пежать не можем. Мы всегда в этом пространстве, экономическом пространстве. Если в ближайших соседей посмотреть, это Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Это ближайшие соседи, Китай, например. Когда морковь поднялась до 1 евро, не только у нас была цена на рынке. Это и в Казахстане тоже самое было. И как ни странно, и в Узбекистане, и в Таджикистане. С чем это было связано? Там производят очень большой объем моркови и вообще овощей. Но это был один из немногих овощей, который был со стабильной ценой. Да, смотрите, время показало, что оказывается, основной рынок моркови даже, это российский рынок. И в этом году, в период межсезонья, запасы моркови прошлого года, они были меньше, нежели для того, чтобы обеспечить необходимый объем на рынке. И спрос пошел большой, и спрос определяет цену. Хорошо, тогда почему? У нас тоже межсезонье. У нас на 150 тысяч тонн производится овощей, из них мы стабильно идем. И никогда не было такого, чтобы морковь кратно выросла. В этом году мы такое увидели. Почему через дней 20-25 цена упала? Новый урожай пошел. Сегодня 45-50, где-то 70, как вы говорите. Завтра будут цены еще ниже. Потому что морковь уже пошла. А как это было связано с тем, что Кыргызстан прекратил импорт определенных категорий овощей из Таджикистана? Все вот продавцы на рынках признавались, нет импорта из Таджикистана этой самой моркови. Поэтому и цена выросла. Нет, не от этого зависит. Потому что и в Таджикистане оптовая цена на килограмм моркови была евро. Ровно один евро. Хорошо. Тогда такой вопрос. Сколько будут примерно стоить овощи у нас осенью? Вот когда начинается период заготовок, консервации, люди собирают урожай. У нас средние цены тогда резко падают. Фермеры готовы с полей быстро и оптом сбывается весь свой продукт. Какие цены вы прогнозируете осенью? Я думаю, прогноз дело неблагодарное. Конечно неблагодарное. Людям знать надо, как формировать свой бюджет. Тем более для министра, отраслевого министра, я думаю, прогнозировать очень сложно. Но я хочу одно сказать. Я думаю, очень серьезных, значительных скачков по цене не должно быть. Не должно быть. Сезонный фактор он всегда играет. Одновременно, когда подается на рынок очень большой объем продукции, цена обязательно падает. Я бы порекомендовал вам, как хозяйке и нашим другим хозяйкам, воспользоваться возможностью в сезон получить, закупить, заготовить качественные, дешевые овощи. Вопрос такой тогда. Мы коснулись запрета на экспорт определенной категории продукта. Правила администрация, нет, кабинет министров каждый раз путаюсь. Кабинет министров принял решение. Два постановления о запрете на экспорт, которые продлятся до декабря. Насколько это оказалось эффективной, превентивной мерой, как Вы говорили выше, для стабилизации ситуации на внутреннем рынке? И насколько это в долгосрочной перспективе стабильно скажется на нашем рынке опять? Государственные институты, они для того и существуют, и работают для того, чтобы принимать превентивные меры, создавать безопасную ситуацию. Также, и вот те постановления, которые были инициированы нашим министерством, это и запрет на экспорт, и снятие на экспорт кормов, я имею в виду. Да. Так, Вы знаете, министра. Кроме этого, мы весной применили постановление, ограничивающие вывоз минеральных удобрений, газ смажных материалов, семян, масла, сахара. Это сыграло свою роль. Вы заметили на рынке? Тем более, когда было выделено 318 миллионов сомов и закуплено растительное масло, более тысячи тонн. 3 тысячи 46 тонн было закуплено сахара. Мы добились получения квоты на 40 тысяч тонн белого сахара. Вот это резко сыграло на рынке, и цена сильно вверх не пошла. Вопрос о сахаре, который очень часто... Вот пока мы говорим о сахаре, чтобы не забыть, очень часто волнует людей. Кыргызстан в свое время обеспечивал себя сахаром, через выращивание сахарной свеклы. Почему сейчас ее перестали выращивать? В таких объемах... Для информации Вам, мы не только сахарную свеклу выращивали в достаточном объеме, мы выращивали еще очень больший объем семян сахарной свеклы экспортированных. Об этом тоже речь идет. Да, это союзное время, в начале нашей независимости. Ну, уже 30 лет прошло, как бы хорошо, не надо вспоминать союзное время, надо жить в сегодняшнем реале. Смотрите, да, вы правы. Но есть к чему стремиться. Это наше преимущество. Я имею в виду семейного общества. Да, но отсутствие технологий, требования за пределами нашего Кыргызстана повышены. Высокие требования стали. Поэтому сегодня уже техника, технология, знание наших фермеров, желание наших фермеров уже дает возможность производить... Выращивать сейчас сахарную свеклу? Да, мы сейчас выращиваем сахарную свеклу. По итогам 2020 года мы убрали, вырастили свеклу в 2020 году на площади 8300 гектаров. Сколько это объем чистого продукта? И мы себя обеспечили на 55%. То есть мы можем, если захотим. Какая закупочная стоимость? В этом году мы планировали посеять на 12 тысяч гектаров. После всех выпадений за суховесенье несколько сотен гектаров выпали. Мазань будет перепахана. Сейчас около 11 тысяч гектаров у нас есть. Мы их доведем до уборки. Мы планируем, что в этом году мы примерно за 63-65% себя будем обеспечивать собственным сахаром. Этого мало. Мы должны выйти на 100% обеспеченность. Не только. Мы должны и экспортировать сахар. У нас есть такая возможность. Каким образом вы готовы стимулировать фермеров для того, чтобы они занялись производством сахарной свеклы? Вот смотрите, почему в прошлом году упал объем, то есть уменьшились площади под сахарной свеклой? В первую очередь это экономический интерес фермера. Это договоренности между переработчиком и производителем сырья. В прошлом году некоторые невязкие недопонимания были. В этом году мы их сгладили. Тем более, больше этого, мы добились того, что договорные условия по белому сахару и по наличным расчетам между переработчиком и производителем. То есть между фермером они улучшились. Какая у вас закупочная стоимость тонны сырья? 3,20. 3,20 за килограмм? Да, и тем более, там есть условия, например, сколько килограммов вы получаете с сахара с одной тонны, сколько вы, если вы переработчик, сколько вы оплачиваете ему наличным. Вот эти условия, когда они достигли комфортных показателей и площади пошли вверх. На следующий год мы должны увеличить еще площадь. Задача такая, к 25 году, как минимум, обеспечить себя 100% сахаром, белым сахаром, свое население на 100%. Это 25 килограммов на одного кыргызстанца. Тогда вопрос по обеспеченности, мы уже поговорили о мясе, мы поговорили о сахаре, поговорим о подсолнечном масле. В Кыргызстане выращивали продукты, из которых производят масло. То есть у нас был подсолнечник, рапс, сафор и другие культуры. Мы прекратили это делать вообще, как я понимаю. Нет, нет, не вообще. Я не права. Прекрасно разубеждаете меня в обратном. Почему так? Смотрите, нам на одного кыргызстанца в год надо примерно 9,5 килограммов растительного масла на одного кыргызстанца в год. Это где-то 60 тысяч тонн мы должны производить. Сколько мы производим? Мы произвели по итогам прошлого года на неполно 20% себя своим сырьем, своим растительным маслом обеспечили. Задача поставлена как? Задача поставлена так, чтобы хотя бы на 75% выйти обеспеченностью своим сырьем, своим растительным маслом. К этому мы идем. Самый определяющий фактор – это цена, это заинтересованность нашего сельхозтоваропроизводителя. Они заинтересованы? Да. Сегодня на рынке цена, видите, какая на масло. И это основной фактор. Основной стимулирующий рычаг. Сколько выращивается у нас сейчас? У нас по итогам этого года порядка 17 200 гектаров. Сколько это в живом продукте? Это будет примерно объем прошлого года. Хорошо, вот тут у нас зрители задают вопрос, и я зачитаю. В новой концепции стратегии развития сельского хозяйства отводится огромная роль органическому хозяйству. Давайте расскажите об этом, пожалуйста. Вот Ромасбек Турабеков спрашивает, пожалуйста, расскажите, что мы будем делать с органическими продуктами? Очень актуальная тема для сельского хозяйства Тарастана. Турабек, большое спасибо вам, что вы задали такой вопрос. Органика. Почему органик? Чистый продукт. Да. Ну, я считаю, что это в первую очередь. Это здоровье холестанцев в первую очередь. Мы же должны обеспечивать наше население не просто продукцией сельскохозяйственного производства, а органической, чистой продукцией. Это и сокращение потребления медикаментов. Это сокращение больничных листов. Это и... Ну, как показывает реальность, у нас они только растут. Поэтому мы из шести основных приоритетных направлений развития сельского хозяйства, которые мы приняли, которые мы презентовали на всех уровнях, значит, вторым идет, после обеспечения продовольственной безопасности, идет органическое сельскохозяйственное производство. Я уже сказал, первое, это здоровье нашего населения. Второе, это возможность быть основным игроком поставки органической продукции на внешнем рынке. Мы это сможем? Да, вот смотрите. Но мы же ввели запрет экспорта, как мы это сделаем? Ну, вот смотрите. Просто сегодня от разных стран большую часть своего экспорта сельскохозяйственных продукций осуществляют через сырое сырье. Так нельзя делать. Мы должны поставлять готовый продукт. Мы должны перерабатывать, отлично упаковывать и прекрасно презентовать. Вот это наше преимущество. Это дополнительные доходы. Второе. Теперь смотрите. Мы имеем 1,268,000 гектаров пашни, 9,040,000 гектаров пазмищ, 1,715,000 голов крупного рогатого скота, 6,250,000 голов мелкого рогатого скота и 538,000 лошадей. Ну, раньше у Копистана цифры были гораздо выше. Да, не по всем позициям. 6,4,000,000 голов птицы мы имеем. А вот то, что вы говорите, да, в овцеводстве цифры были гораздо выше. Теперь все вот это мы имеем. Для нас, мы говорим, это много. Но этого немного. Мы можем экспортировать небольшой объем сельскохозяйственной продукции. Оно должно быть с максимально добавленной стоимостью. А это органический продукт. Почему? Потому что во всем мире людей, которые зарабатывают много, и хотят питаться качественно все больше и больше. И они готовы платить хорошую цену за органическую продукцию. И мы на это настроены. Будем создавать максимальные условия для наших фермеров, чтобы они могли продавать ту же продукцию, но дороже. Очень часто была критика со стороны общественности по поводу неповоротливости, бюрократизированности Министерства сельского хозяйства. Не только в ваш период, в периоды предыдущие. Все говорят о том, что необходимо хорошее менеджерское управление, что Министерство сельского хозяйства должно стать своеобразной перевалочной базой, местом стыка фермеров и покупателей. Как у вас с маркетинговым ходом в вашем Министерстве? Улучшается ли взаимодействие? То есть как вы работаете с внешними рынками для того, чтобы вытянуть? Первое. Сегодняшняя команда, обновленная команда Министерства сельского водного хозяйства и развития регионов, это те сотрудники с очень большим теоретическим багажом и не менее большим практическим багажом. Она у вас обновилась? Руководство практически на 80% обновилось. Ну а основной костак остался с тяжелыми? Нет, мы ведем сегодня работу над тем, чтобы на каждой позиции работал в первую очередь профессионал, заинтересованный и имеющий жгучее желание исправить ситуацию. Я подчеркиваю, жгучее желание исправить ситуацию. Вы нашли таких? Мы подбираем, находим, назначаем. И каждый день мы работаем над этим. Команда очень большая и, к сожалению, последние более 10 лет даже, не везде, менялись специалисты. Они из года в год работают, а после, а как вы знаете, в международном менеджменте, если вы 5 лет на одной позиции работаете, уже исчерпали весь свой потенциал роста. Надо менять. Это не говорит о том, что надо снимать с работы. Нет, надо передвигать на другие позиции, на те позиции, где он больше будет полезен. И вот такой подход у нас сейчас есть. Хорошо. Вопрос тогда к старой части названия Министерства водного хозяйства. В этом году мы в очередной раз убедились, как все у нас плохо с водой. Вопрос воды вообще очень болезнен для нашего региона. Это водные войны на границе, к чему приводят, мы знаем, да? Вечный скандал с соседним Казахстаном у нас, нехватка собственной воды. Мы лично на даче, я лично сталкиваюсь с тем, что у нас полив раз в неделю, и мы такие лишь сидим и ждем воду. Это проблема. Изношенность водного хозяйства, она просто колоссальная. Все, что это делалось, это делалось в советское время. При этом за 30 лет было достаточно много вложено через проекты, и при этом мы ничего не видим на выходе. Не хватает воды, у нас нет там капельного полива современнейшего, который очень часто пиарят, да? А у нас традиционно китменные... Китменные лопаты, да, мурабы наше все. Почему мы не можем нормально скоординировать эту работу? Потому что есть целый у вас департамент водного хозяйства. Агентство. Агентство, прошу прощения. Агентство, которое управляет этим, да? Но воды не хватает. Почему? При этом у нас же ее достаточно в количестве, или нам нам ее не хватает. Давайте, вот здесь мы немножко остановимся. Давайте. То есть я прям боль многих высказала. Да, да, вы высказали практически боль, чаяние всех экрозстанцев. Никто не может оставаться в стороне от проблемы поливной воды, питьевой воды, так же? Конечно. И вот эта проблема есть. Значит, если есть проблема, значит ее надо обнажить, повернуть к себе лицо, вы начинаете ее решать. Как вы решаете ее? Вот, ну вот, сейчас идем к этому. А то, что касается поливной воды. В первую очередь, здесь решающий роль играет ирригационный фонд Крылстана. Какой он у нас? А, вот смотрите, 5890 километров межхозяйственной сети, 7938 гидротехнических сооружений. Там и бассейн суточного регулирования, бассейн декадного регулирования, гидротехнические сооружения. Внутрихозяйственная сеть более 18 тысяч километров. И вот это все, оно требует постоянного внимания, эксплуатационных расходов, то есть это подготовка сети к эксплуатации, в период эксплуатации надо ее обслуживать, капитальный ремонт, из капитального уложения должны быть. Вот эти все статьи требуют ежегодно вкладывать примерно 5 миллиардов сомов для того, чтобы содержать наш ирригационный фонд. Сколько выделяется? Фонд в рабочем нормальном состоянии. Сколько выделяется? Я вам скажу трехгодовые данные. В 2019 году было выделено 273 миллиона, 9 миллионов сомов, 279 миллионов. В год пандемии в 2020 году 163 миллиона сомов. И в 2020 году 162,7 миллиона сомов. Где 5 миллиардов и где, грубо говоря, 200 миллионов. Это сколькратное недофинансирование. В 25 раз меньше. Да, вот видите, где проблема роста. Почему? Потому что когда вы загружаете воду в канал, а он не облицованный бетоном, он автоматически фильтрует. Мы теряем воду. Это первое. Второе. Теперь, почему в этом году телезрители, наши земляки могут сказать, ну товарищ министр, вы отговариваетесь, ищите отговорки. Нет. В этом году весна была ранняя, но холодная. Мы все посеяли, а температуры нет. Температуры нет, дождей нет, нет дождей, нет влаги. И плюс ко всему этому, дневные, ночные, очень серьезные перепады температуры не дали возможность таянии ледников ближних. И вода не шла сюда. Просто не было воды. Давайте я вам приведу пример. Вот, например, Чуйская область. 273 тысячи гектаров арошайной башни. Из них 92 тысячи гектаров, это выше центральной улицы, центральной дороги. Это 92 тысячи гектаров земли. Питаются, начиная от реки Шамши, Сокота, Аламедина, Ларча, Сокулух, Аксу и Аспара. Вот смотрите, они все с дороги идут. Там нет воды, не тает, ледники не тают, снега не тают. Здесь нет воды. Здесь днем жарко, ночью холодно. И вот так появилась вот эта проблема. А сейчас во всех источниках идет вода, идет больше, чем прошло года. Но это уже поздно. Почему фермеры не готовы менять систему орошения? Это связано, понятно, с финансами. Но это долгосрочное вложение, которое в конце концов себя может оправлять. Тот же самый капельный, который используется в Израиле, который очень крошечный, но при этом является экспортером огромного количества фруктов и овощей. Почему они не применяют современные технологии? Вот смотрите, нехватка воды есть. Теперь как ее надо решать? Также, в первую очередь, мы должны облицвовать вот эти канады. Это раз. Я знаю, они зарастают камышом. Да, да, их надо... У вас тоже надо же такая же... Да, у нас юбочка зарастет. Зарастает. Вот эта система, которая была в союзное время на балансе совхозов-колхозов, вот эти временно растительные сети, они висхозные остались. И вот камышом зарастает фильтрация, потери большие. Но есть еще другой путь решения. Значит, в первую очередь, наши крестьяне, то есть фермеры сегодня... И достаточный уровень знаний есть у них. Вот такой базовый уровень знаний есть. Конечно, мы должны их еще учить, информировать. Теперь, для того, чтобы современные технологии орошения были внедрены и использованы нашими фермерами, мы должны создать доступ к этому. Это, в первую очередь, финансы. Второе, наличие вот этих технологий на рынке. У нас их нет. Мы сейчас разрабатываем продукты и внедряем его. Лизинг вот этого оборудования. Отлично. Это через государственные банки идет? Да, скорее всего, это будет через Айбанк, через РСК-банк, через Керамет-банк и через другие коммерческие банки. Это то, что используется в современных технологиях. Это капель нарушения коробок, дождевания, другие методы есть. Вот они должны быть внедрены. Без этого нам никуда. Я далек от мысли того, что мы вернемся к тому уровню, когда у нас будет во всех источниках очень большой объем воды. Нет. Знаете почему? В 2010 году глицологи из Швейцарии исследовали центрально-азиатские ледники и прогнозировали, что в 2040 году сокращение ледников будет примерно на 25%. В 2020 году те же глицологи сделали анализ и пришли к выводу, что мы в 2020 году уже имеем сокращение ледников на 27%. Диля, смотрите, видите, у нас проблема здесь, недостаток валяной воды, а вверху у нас уже очень интенсивное сокращение ледников. Это тоже проблема. Над этим мы должны работать. Теперь, смотрите, у нас есть еще один потенциал. Это скважины, которые у нас есть, но, к сожалению, они бесхозные. Они должны были быть на балансе муниципалитетов. Это Айлутмуты. Но они не работают вообще. Да, они работали. Сейчас ведется активная работа по инвентаризации. Их сначала количество, потом состояние и уже необходимость вложения туда. На следующий год мы будем иметь большое количество скважин. Хорошо, вопрос от наших читателей и зрителей. На какой стадии сейчас отношения сотрудничают с США? Почему с ними нельзя сотрудничать для именно опытов ваших же сотрудников? Ведь у них передовые технологии по сельскому хозяйству. У меня лично очень хорошие отношения сложились с послом в США, в Кыргызстане. Мы по проекту Всемирного банка ведем очень большую работу. Знаете, для того, чтобы наши фермеры имели возможность выезжать за границу по финансируемым проектами, проекты должны работать у нас в Кыргызстане. Мы подали очень много заявок сегодня в Международный финансовый институт, для того, чтобы они поддержали направление развития сельского хозяйства. Я сто процентов сторонник того, чтобы наши фермеры, наши специалисты выезжали не только в Америку, вообще за пределы Кыргызстана и сами учились, во-первых, получали опыт, положительный опыт того, всего передового, который есть за пределами храста. Опыт США, Израиль, Аргентины, Чили и других стран, как бы для нас далек. У нас есть опыт Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, которые также специализируются на производстве овощей и других продуктов питания, мяса до того же самого. Что интересного у них можно подчеркнуть? А чем мы можем похвастаться перед ними? Я на первую часть вашего вопроса. И Америка, и Аргентина, и все это не так далеко. Самое главное, какая у нас есть уникальная возможность. Все то, что достигнуто сегодня в отрасли наших других продвинутых стран, мы можем сегодня у себя адаптировать, использовать и адаптировать. Никто нам этого не запрещает. Мы должны над этим работать, первое. Второе, теперь то, что касается нас с соседей. Недавно, вот я неделю назад ездил в Оржевскую область для того, чтобы два дня решать вопросы водных проблем. И второе, показать, подвести итоги, то есть и показать нашим гражданам, нашим сельхозтоваропроизводителям, какой урожай можно даже сегодня получить от зерновых. Для того, чтобы я за свои слова отвечал, сам поехал на это поле, рулеткой замерил участок с помощью специалистов, и все на комбайн, и мы убрали определенную площадь. С гектара, с этого поля получили 81,7 центнера с гектара. Это много? Это кратно много. Если, например, в 2020 год взять, у нас по республике был урожай 25 центнера. Здесь 82 центнера. Практически в 3,5 раза больше. Это те сорта, которые мы договорились в этом году осенью получить в Узбекистане. Это сорт зимой пшеницы Асар и Дабр. Вот Асар дал 81,7 центнера. Это их достижения. Там наук, к сожалению, там... То есть к их гордости они очень серьезную поддержку делают в науке отраслевой. С наукой у нас вообще печаль беда. Но мы заговорили о перспективах следующего года. Тогда у меня к вам следующий вопрос. У нас всегда очень много претензий под поводу, кто и как, и сколько сажает всего. У нас, как всегда, бывает переизбыток лука, картофеля, нехватка морковки, как в этом году, да? Как составлять правильно планы и какие планы у вас, как у министерства, на следующий год, чтобы у нас всего было достаточно по нормальной цене, чтобы фермеры знали, что они могут сбыть свой продукт, не было переизбытка, чтобы вот так вот несчастную эту капусту вот так тоннами не выкидывали, потому что ее просто никуда деть. Вот здесь, какова роль министерства в планировании? С первого дня, второго, повторного назначения меня на должность министра, была поставлена задача перед командой разработать региональную специализацию сельскохозяйственного производства вплоть до района. Простым языком, что это? Учитывая природные климатические условия, менталитет и опыт, вот этого населения в районе, сказать, ребята, у вас все хорошо получается выращивать картофель. То есть, если кульку выращивает картофель, то у вас как обычно фасоль. Фасоль, да. Но, смотрите, есть такое понятие диверсификация тоже, я вам не расскажу сейчас. И вот мы говорим, ребята, вы производите картофель, хорошо, но не 20 сортов, пожалуйста. Производите те сорта, выращивайте те сорта, которые имеют спрос на рынке. Первое, это и товарный вид, и содержание фрахмала, это лёжкость, это вкус. Все показатели. И вот, когда вы приходите на рынок, и там 3-4 сорта, но это суперские сорта, они должны выращиваться. И тогда цена будет стабильная. Если вы выращиваете яблоки, не надо на ваших 20 сутках выращивать 10 сортов яблок. Вы не сможете их продать просто. Поэтому и есть специализация. То есть, если вот этот район занимается садоводством, там должно быть 4-5 сортов, которые имеют спрос на рынке. Наша проблема, это мелкотоварность. Конечно, на внутреннем и на внешнем рынке. Мы говорим, коллеги, не надо заниматься экспериментами. Вот есть вот эти сорта, и их надо выращивать. Что мы для этого сделали? В первую очередь, я подписал приказ о том, что мы рекомендуем на территориях Хлыстана выращивать именно вот эти породы сельскохозяйственных животных. Давайте перечислять, что рекомендует Министерство сельского хозяйства в выращивании от животных и заканчивая картофелем. У нас есть время? Ну, давайте хотя бы вкратце. Но, насколько я знаю, проблема экспорта яблок была в том, что она мелкотоварность, разные сорта. Да, все хотят сорт Голден на экспорт. А его нет. А его нет. В таких объемах нет. Да, потому что все... Это проблема есть. Это проблема мелкотоварности. Это проблема несогласованности. Это проблема, может быть, не очень профессионального менеджмента в отрасли. Я подчеркиваю. Смотрите. С чего это складывается? Фермер сегодня захотел заняться садоводством. Он бежит туда, сюда, нахватался в разных местах информации, начал заниматься. Так не должно быть. Если вы хотите выращивать на 10 гектарах яблоки, вы должны прийти и получить консультацию. Куда приходите? В министерство. Вы будете предоставлять такие консультанты? Да, у нас есть районные наши представительства, есть консультанты, есть четко разработанные технологии, рекомендации. В первую очередь это подбор участка, второй это подбор сортов, третий это подбор изгороди. И отраслевой банк, он говорит, Юлечка, пожалуйста, хотите заниматься садоводством? Вот эти сорта есть, какими вы будете заниматься? Вот этот сад, Голден. Хорошо. В регионе есть плодопитомник, который несет 100% ответственность, сертифицированно. Он прошел аттестацию, и он сопровождает и несет ответственность. Но вы сами не берете деньги, не идете туда. Мы исключаем фактор, чтобы вы не использовали, не был соблазн использовать на другие цели. Вы пришли и сделали заказ на 10 тысяч саженцев, айтбанк перечислил туда. Вы только получите саженца. Вы говорите, вот такой сеткой я хочу закрыть. Пожалуйста, есть компания, придете, договариваетесь, айтбанк перечисляет туда, компания приехала, а вам закрыла участок. Вы говорите, капель нарушения. Окей, никаких проблем. Банк финансирует вот эту компанию, они пришли к вам, установили капель нарушения, запустили, пусконаладку сделали, передали. Все. Остальное только повседневная работа. Ясно. Итак, все равно, в последующий год, какие овощи, фрукты и животных нам необходимо ожидать? Какие планы вы сделали? По животным. Смотрите, к моему стыду, к нашему стыду. А в первом визите моему в Российскую Федерацию, мы сидим разговариваем с министром сельского хозяйства Российской Федерации, Дмитрий Николаевич Патрушев, он говорит, я говорю, Дмитрий Николаевич, нам надо у вас брать породный скот, животных и у себя адаптировать и создать доступ к фермерам. Он говорит, вас расспортите, никаких проблем. Они подготавливают, они утверждают перечень хозяйств, которые будут заниматься племенным животноводством, ориентированным для Кыргызстана. Но он сказал, вы сначала разберитесь со своим породным мусором в Кыргызстане. Что это говорит? Да, об этом говорит о том, что... О чем это говорит? Везет кто хочет, что хочет, как хочет, когда хочет. Так не должно быть. И поэтому в этом утвержденном перечне мы говорим, крупно-рогатый скот, молочный, это был решитель, это Алатауская порода, чистое молочное направление, это голштинская порода, голштинизированная порода, аулитинская порода. Это те породы, которые долгое время здесь адаптированы и выращиваются. То, что касается мясного скот, это абердинамус и гирефорда. Все, вот эти породы, они рекомендуемы для выращивания. Теперь вы можете задать вопрос, а я хочу выращивать другую. Флаг вам в руки, никаких проблем. Но вы не получите скидку на границе, вы не получите доступ к льготным кредитам для того, чтобы купить вот этот скот. Вы не получите доступ к этому цену. Точно так же и в отношении остальной фирменской темы растеневодства. Тоже самое. Видите, когда разношерстное все выращивается, мы не можем быть конкурентами на внешнем рынке, и мы не можем предложить гарантированного качества продукции на внутреннем рынке. Позавчера у меня была встреча с инвесторами с Дубай и Куэйта. Они говорят, мы настроены еженедельно, мы хотели бы еженедельно экспортировать, то есть импортировать из Кырлыстана 40 тонн мяса и огнятины, то есть баранины, весом 12-18 килограммов. Я говорю, ребята, мы не сможем этого сделать. Мы не можем. Целое министерство, целый Кырлыстан, мы не можем этого сегодня, к сожалению, сделать. Почему? Потому что породный мусор, породное разнообразие у нас и в овцеводстве тоже. За 30 лет разрушили все то, что было, да? Да, конечно, мы постарались это сделать. Когда эту ситуацию можно выбрать? Понятно, что на следующий год мы это не исправим. Есть ли у вас какой-то долгосрочный план по управлению, уничтожению, скажем так, этого породного мусора, наведение порядка в пастбищном хозяйстве, приведение в соответствующий божеский вид водного хозяйства? И сколько примерно времени при хорошем раскладе, при нормальных дотациях, при развязанных руках, как это у нас часто бывает, что этого и нет, вы планируете привести все в порядок? Все мы должны понимать, что сельскохозяйственное производство – это не автомобиль. Сел, завел и уехал, такого не будет. Для того, чтобы хотя бы какие-то изменения во встростве сделать, нужно 3-5 лет. А в скотоводстве и коневодстве – это 7-9 лет. Но это не говорит о том, что это неважно делать. Сегодня мы закладываем фундамент к этим изменениям. Как? Мы убрали налог на добавленные стоимости при импорте скота. Для чего? Для того, чтобы в первую очередь. Да, в первую очередь для того, чтобы наши ребята, которые занимаются импортом скота из соседних стран, они смогли хотя бы какую-то поддержку чувствовать. Это и финансовая поддержка тоже. Первое. На 12% дешевле – это значит, что фермер на 12% дешевле может купить ее. Это первое. Второе. Лизнь сельскохозяйственных животных. Мы говорим, фермер, у тебя есть переголовый крупный рогатый скот, который будет по 5-7 литров молока в сутки? Это же мало. Да. А ты же должен выращивать 25 литров, корову, которую дает. Он говорит, я не могу ее купить, ее нет. Мы говорим, нет, ребята, есть уже. Уже завозят. Он говорит, мне нет денег их купить. Мы говорим, да, мы понимаем это. Но вот из вот этих трех, которые у тебя дома стоят, 5 литров дают, продай одну. И оплати в банк за три коровы по 30%. И возьми вот эти три коровы на 5 лет близких. Оставшись, две коровы он может продать и использовать для своего сельскохозяйственного производства, семейный, ну или та же. Видите, он уже получает доступ к лучшему генетическому материалу. И увеличивает производство. Это очень серьезные рычаги. Это очень серьезные рычаги. И вот так мы должны сделать замещение. У нас 1,715,000, я же говорю, рекорд нороватого скота. Мы должны интенсивно избавляться и также интенсивно импортировать здоровых животных, высокопродуктивных животных. Сколько импортировано уже животных? Вот смотрите, в прошлом году, по году, в 2020 году мы импортировали 32,000 голов крупных морогатого скота. В этом году за 5 месяцев мы импортировали 34,000. Это в 2 раза больше. А сейчас единственная сложность с кормами, они будут определенный сдерживающий эффект иметь. Но главное создавать условия. Почему у нас в стране не хватает сена, люцерна? В чем проблема? Опять полив? Да, вот смотрите. Мы в принципе 338,000, 335,000, 340,000 гектаров в целом. По годам разные показатели есть. То есть мы вот в этом году, например, мы имеем 338,000 гектаров многолетних трав кормовых культур. Это тот объем, который обеспечивает нам безопасность кормовую. Но урожай очень серьезно упал в этом году. Жара и нехватка полиной воды. Это сказалось. Поэтому мы убрали НДС на корма. На все виды кормов мы убрали НДС на экспорт, на импорт. То есть экспорт мы закрыли 100%. Ясно. Хорошо. У меня такой вопрос уже к окончанию. У меня тут уже звонят. Вопрос такой. Мы на следующий год будем обеспечены собственной едой? Мы каждый... Нет. 100% нет, конечно. В два раза увеличить площадь по сахарной свекле невозможно. Это стерпастер. Хорошо. Будем надеяться. Если что, мы вызовем вас еще на эфир. И я предложу вас расстрелять публично, наверное. Ну, естественно, не физически словесно. Спасибо большое. Я напомню, что у нас был в гостях Аскар Бекспарабекович Диновеков. Это министр сельского хозяйства, водного хозяйства. Также развития регионов Крыгойской республики. Спасибо большое за эфир. Я думаю, что вы почерпнули массу всего интересного. Лично я для себя много что узнала. Вы также можете посмотреть этот эфир. Он обязательно сохранится в инстаграме, в фейсбуке. Мы зальем его на ютуб. Текстовую версию вы сможете прочитать чуть позже. Все самое интересное у нас, как всегда, в телеграме, на самом сайте. И помните, что кактус медиа любит вас. Продолжение следует...